Девушки, дайте пожалуйста перчатки. Перчатки, мешки для мусора, грабли, у палатки с инвентарем заметное оживление. Бонус для всех участников субботника – кепки и футболки. На календаре выходной суббота, на часах еще нет и девяти, но одинцовцам не до сна. Они пришли в Глазынинский лес, чтобы навести порядок. Люди готовы? Техник готова? Значит вперед на выполнение поставленных задач. По-военному слаженно участники субботника рассредоточились по Глазынинскому лесу. Для Максима Ганина, жителя восьмого микрорайона, уборка территории, прилегающей к братской могиле, уже традиция. Ей около 15 лет. Не только в апреле, после майских праздников, после лета, когда пикники проходят осенью. И даже зимой наш активист Белозуб тут каждый день бегает с мешками, то есть убирает. На субботнике все равны. Граблями, пилами, кистями ловко орудовали и местные жители, и общественники, и чиновники. И глава Одинцовского района Андрей Иванов не стал исключением. Уже и порубили дрова с Михаилом Викторовичем. Вот сейчас покрасим, потом пойдем убирать мусор, который наши же жители здесь и оставили за всю зиму. Убираем за собой. На самом-то деле. Это же с неба не падает. Работа кипела не только в Глазынинском лесу. Субботники в Одинцовском округе прошли на 109 площадках. На весеннюю уборку вышли 100 единиц коммунальной техники и 7 тысяч жителей. Для многих это не просто возможность сделать что-то полезное, но и пообщаться с друзьями, коллегами на свежем воздухе и в неформальной обстановке. Ничего так не сближает, как общий труд на свежем воздухе. И многие даже только из-за этого выходят, чтобы с кем-то повстречаться, с кем-то душевно поговорить, подышать свежим воздухом. Ну и вот с таким хорошим настроением потом уйти в следующую рабочую неделю. Вход с детьми разрешен. Пришел на субботник сам, приведи с собой ребенка. Бережные отношения к природе нужно закладывать в раннем детстве. И лучше всего это делать на личном примере. Надо не только самим это делать, но и детям рассказывать, и своим примерам показывать, что экология очень важна, и что надо беречь наш дом, нашу планету. И это залог нашего счастливого будущего и нашего здоровья. Месячник чистоты в Одинцовском округе продолжается. Следующие акции пройдут 13 и 20 апреля. Впрочем, чтобы сделать этот мир чище, не обязательно ждать очередного субботника. Вспоминаем маленького принца. Встал поутру, привел себя в порядок и приведи в порядок свою планету. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.